Кто станет чемпионом? В эти выходные в МРИЛ будет определён победитель чемпионата республики по футболу. Претендентов, как обычно, два. Это ФК Воложск и Ешкаролинский МНПЗ Маргу. Впрочем, до последнего тура также непонятно, кто займёт и остальные ступеньки призового подиума. Медленно, но верно, активная часть футбольного сезона, который в МРИЛ, как известно, проходит круглогодично, подходит к своему логическому завершению. 12 командов высшей лиги чемпионата республики вот уже как полгода в еженедельно-выходных матчах борются за звание сильнейших. И, как говорится, на манеже все те же. Оттого уровень лиги практически не меняется. На том же уровне. Я не скажу, что он слабее или сильнее. На том же уровне практически все команды мы знаем. Те же лидеры МПЗ, РМТ, команда Волжска и вот детская спортивная школа. Впрочем, постоянство, что, как известно, признак мастерства, больше присуще тем, кто в верхней части турнирной таблицы. МНПЗ, радиомеханики, волжане. За золото вот уже много лет борются именно они. Хоть какое-то разнообразие, все больше в средней и нижней части табеля о рангах. Взять ту же команду Тарханова, на игре которой мы присутствуем. Футболисты в черной форме, вчерашние дебютанты в славной компании сильнейших не затерялись. Напомню, что они зимой на подснежнике сходу стали третьими. Да и сейчас, финишируя в статусе крепкого середнячка, заставили себе поговорить о футбольных кругах. Впрочем, тархановцы настроены на еще большие. За счет чего? Ну, в первую очередь, я думаю, что от ребят должна быть самоотдача, в первую очередь. Во-вторых, ответственность какая-то, что это коллектив, что это клуб. Это не просто так, мы собрались играть в шахматы или еще что-то. Мы играли в футбол, то есть коллективный вид спорта. Считаю, что только на этом основывается. А дальше, если бойцовские качества проявятся, то и будут результаты, считаю. Кстати, вторая команда в этой игре, футболисты из издюшор, они в красной форме заставили понервничать лидеров. Местами, обыгрывая Волжан, смещая радиомехаников из призовой тройки, молодая спортлаковская поросль, до сих пор находясь на четвертом месте, имеет шансы на бронзу. Притом, всего этого они добились сами, практически не используя подкрепления из главной команды региона. Очень много в «Спартаке» травмированных, и не все приходят к нам и играют с желанием. Поэтому практика такая есть, мы от нее не отказываемся, но в этом году очень много игр мы проводим именно молодежью. Так уж вышло, что интрига не только за золото, но и за весь призовой подиум растянулась до последнего тура. В эти выходные, когда он пройдет, будут определены обладатели медалей всех достоинств. На данный момент на первом месте МНПЗ «Маргу» 50 очков, на втором – футбольный клуб «Волжск» 48 очков, третья – «Радиомеханики» 46 очков, четвертая – команда «Сдюшор» 45 очков. Так что исход любой игры, зыбкое положение может изменить кардинально. Центральная игра тура пройдет на «Дружбе» в воскресенье. Команда спортивной школы принимает футболистов МНПЗ «Маргу». Информационная служба ТВ и радио на «Патриаршей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова